Добрый день, дорогие друзья! Это конгресс и выставочные отрасли России, это Российский союз выставок и ярмарок и Национальное конгресс-бюро. Еще раз большое спасибо Екатеринбургу за гостеприимство и чтобы дать старт нашим мероприятиям, приглашаю на эту сцену Елену Хлыбову, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области. Елена Александровна, здравствуйте! Можно с места, можно сюда, как вам комфортно? Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в Екатеринбурге. У Екатеринбурга достаточно серьезный бэкграунд по развитию конгрессно-выставочной отрасли благодаря принципиальному решению губернатора Свердловской области когда-то в 2010 году начать проведение своего мероприятия. Тогда это было наше областное мероприятие, выставка Иннопром, промышленная выставка. Но уже через несколько лет мы ее вырастили до уровня федеральной. И этот опыт повторяем сейчас с таким направлением, как 100+. Это наш строительный уже новый Иннопром. Присоединяйтесь, пожалуйста, к этому мероприятию. В октябре этого года будет проходить здесь, в конгрессно-выставочном нашем холле и в наших выставочных павильонах в конгресс-центре будут проходить деловые мероприятия. Это для нас, конечно же, большая серьезная командная работа, потому что заняты все министерства, ведомства, организации нашего региона. Они уже привыкли к тому, что мы лидерски идем вперед и рады, что на федеральном уровне эта наша работа тоже находит свое отражение. Мы рады сегодня здесь приветствовать вот такую очень представительную аудиторию, потому что 10 лет лидерства в конгрессно-выставочной отрасли – это, конечно, уже достижение для нашего региона. Но это не только вот в этом направлении по проведению, по выращиванию, так сказать, выставок от уровня домашних до уровня российских. Мы еще также очень серьезное внимание уделяем тому, чтобы формировалась специализированная инфраструктура. Я имею в виду прежде всего агентство по привлечению инвестиций, в котором есть конгресс-бюро. Мы создали его в самом конце 2018 года и с 2019 года оно работает в полную силу. Для нас это тоже вот своего рода вызов, своего рода достижение. Мы надеемся, что сегодня у нас сложатся новые деловые контакты, потому что для нас конгрессно-выставочная отрасль – это реально один из флагманов. Вот для промышленного региона это такая не очень популярная, наверное, была история, когда мы в нее пошли. Но сейчас мы видим, что решения были приняты правильные в свое время. Значит, и вообще вот в нашем таком старопромышленном регионе, где очень большой удельный вес просто промышленности традиционной, мы все-таки большое внимание уделяем услугам. И вот тоже по решению губернатора у нас логистические услуги идут в рост. Сейчас они показывают объем инвестиций в основной капитал, сопоставимый с инвестициями в обрабатывающее производство. Конгрессно-выставочная деятельность и все сопредельные услуги растут. Поэтому мы надеемся, что вы оцените вот именно эти усилия, посмотрите, что мы делаем. Мы с вами сможем обменяться опытом, какой-то опыт взять от вас. И надеемся, что вам понравится здесь у нас в Екатеринбурге, в Свердловской области. Елена Александровна, большое спасибо. Организатором съезда региональных конгресс-бюро выступает Национальное конгресс-бюро совместно с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и Уральским конгресс-бюро. В этом году съезд впервые проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив. И на онлайн-связи директор проектов дивизиона «Городская экономика. Направление социальные проекты. Оно Агентство стратегических инициатив». Ольга Шандоренко. Ольга Ивановна у нас в онлайн-связи. Дима на экран. Коллеги, добрый день. Вы знаете, на самом деле я поняла, что какая-то есть особая магия. Я вот подключилась и шла трансляция залы. Я видела всю вот эту вот предварительную такую историю, когда собирались люди, когда люди здоровались, встречались после определенного количества времени, начинали сразу обсуждать какие-то проекты, делали фотографии, выкладывали их в паблики. И когда это смотришь со стороны, понимаешь, какая особая, непередаваемая действительно магия вот в этих последних минутах перед подготовкой мероприятия. Я прекрасно понимаю, какой огромный труд, какая работа, сколько нервов, сколько мыслей, идей стоит за вот этими последними идеальными минутами перед подготовкой мероприятия. Я хочу поаплодировать вам, тем людям, которые творят, создают эту магию. Аплодисменты, пожалуйста, да, давайте друг другу поаплодируем, потому что действительно в зале каждый из вас имеет отношение к этому действительно магической истории. И я желаю действительно продуктивной работы, работы, наполненной и позитивными эмоциями в рамках съезда, и новыми проектами. И, наверное, пришло время для того, чтобы российские конгресс-бюро замахнулись сегодня на новые амбиции, на международный уровень, на то, чтобы не просто принимать события и где-то конкурировать между регионами, а на то, чтобы генерить, создавать новые события на территории Российской Федерации и привлекать огромное количество партнеров, друзей, туристов для того, чтобы продвигать те самые важные тренды, те самые главные идеи, которые на сегодняшний день есть в Российской Федерации. С Национальным конгресс-бюро Агентства стратегических инициатив подписали соглашение, мне кажется, как раз полтора года назад, где-то на одном из таких крупных конгресс-мероприятий. И для нас, и для коллег, это не просто формальное подписание соглашения. Мы действительно делаем совместно большие истории. Сегодня мы с вами чуть позже будем говорить о промышленном туризме, о связке делового и промышленного туризма, о том, как совместно с НИЦ мы создали систему оценки работы регионов по промтуризму, и как это интегрируется и может интегрироваться в работу конгресс-бюро. Елена сказала сейчас, что достаточно сложно было привлекать бизнес-мероприятия, конгресс-мероприятия в такой промышленный регион, но при этом, я надеюсь, у нас сегодня в зале уже присутствуют представители прекрасного, грандиозного промышленного предприятия Екатеринбурга «Уралхимаш». И вот прекрасный кейс, коллеги сегодня поделятся, когда из-за возможности посетить предприятие, увидеть работу, посмотреть, как организованы внутренние процессы и, безусловно, получить самые яркие эмоции вот от знакомства с таким классным, грандиозным промышленным объектом, мероприятие, достаточно большое конгресс-мероприятие, было приведено, принесено именно в Екатеринбург. Вот так это работает. Я уверена, что сотрудничество наше не ограничивается только рамками промышленного туризма, у ОСИ впереди, у дивизионно-городская экономика, масштабный проект по созданию национальных троп. И здесь тоже точка соприкосновения с Конгресс-бюро, потому что в эту историю идут крупные корпорации, это и про объединяющее волонтерство, и про совместную работу, и про возможность испытать собственные силы и ресурсы, ну и, конечно, тема въездного туризма, это, пожалуй, то, что сегодня актуально, амбициозно для Российской Федерации, и я думаю, что в эту историю мы пойдем совместно с Конгресс-бюро. Удачной работы, продуктивного общения и ярких эмоций. Спасибо. Ольга Ивановна, спасибо. Ольга Ивановна, спасибо. Доброе утро. Вам слово. Да, доброе утро. Я рад всех приветствовать, и большое спасибо за выразить благодарность, да, и большое спасибо сказать принимающей стороне. Это администрация Свердловской области, это агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, это замечательный комплекс МВЦ Екатеринбург-Экспо. Отдельно поблагодарить, помимо всех ранее перечисленных нашим прекрасным модератором коллег, в помощи в организации нашего мероприятия, это наши члены ассоциации, компания B-Brand и Игорь Николаевич Данилов. Спасибо. Друзья, ваш вклад очень ценен. Первый съезд региональных конгресс-бюро проходил в прошлом году, он состоялся в рамках деловой программы Евразийского ивент-форума. Тогда на съезде мы выработали меморандум, и как раз целью его была подсветить значимость работы таких структур, как конгресс-бюро, как структур, которые выполняют их функции, потому что не во всех регионах они есть, но регионы уделяют этому внимание, и такие структуры, как корпорации, развитие агентства по привлечению инвестиций, зачастую эти функции берут на себя. И данный меморандум был направлен, ответственный за наше направление, федеральные и региональные органы власти. И одним из как раз пунктов меморандума это было проведение съездов, то есть мероприятие, ратируемое в регионах Российской Федерации. И недаром был выбран следующим регионом Сырловской области столица Екатеринбург, так как он на сегодняшний момент является одним из локомотивов нашей индустрии делового туризма. Я еще раз рад всех приветствовать, желаю успешной работы на нашем мероприятии, и удачи всем, спасибо. Большое спасибо. Российский Союз выставок и ярмарок 10 раз проводит Майс-нетворкинг-форум и благодарит за помощь в организации проекта Сырловской области, агентства по привлечению инвестиций Сырловской области, международного выставочного центра Екатеринбург-экспо, компанию Эксподат, деловой портал профессионалов и вент-индустрии Эвент-Лайф, трясливой аналитический журнал Конгресс-Тайм, портал и телеграм-канал Митин на Урал, и поисковик деловых событий Экспо-МЭП. Дорогие друзья, для приветственного слова предоставляется президенту Российского Союза выставок и ярмарок генеральному директору компании Экспо-Форум Интернешнл Сергею Воронкову. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне очень приятно приветствовать вас сегодня на Свердловской, Екатеринбургской земле, и вдвойне приятно осознавать тот факт, что мы вместе. Вот, мне кажется, это ключевой лозунг не только дня, но и всей нашей с вами работы. Потому что мы с вами сплотились очень сильно во время пандемии. Наверное, впервые за многие годы все отраслевые крупнейшие объединения, Торгово-промышленная палата, Российский Союз промышленников-предпринимателей, Российский Союз выставок-ярмарок, Национальный Конгресс-бюро, Фонд Росконгресс выступали единым фронтом за то, чтобы отрасль получила особые меры поддержки, как наиболее пострадавшая. Потом мы этот путь продолжили. В итоге последний год, в 2023-м, стал историческим, принято впервые стратегия развития отрасли до 2030 года, введены классификаторы АКВЭД, приняты национальные стандарты, введены образовательные программы, появилось понятие конгрессно-выставочной отрасли в законе о промышленной политике. И, как следствие, мы видим, что отрасль растет беспрецедентными темпами и по многим мероприятиям и позициям уже побили рекорды 2019 года. Это результат объединения наших усилий. Конечно, объединение наших усилий вместе с государством. Вот в лице Елены Александровны я хотел бы поблагодарить правительство Свердловской области, мэрию Екатеринбурга за такой гостеприимный прием и за то, что они делают. Потому что то, что Свердловская область, Екатеринбург сегодня занимает ведущие рейтинги в событийной отрасли России, это закономерный результат такой системной работы. Это первый крупный региональный комплекс, который появился в Новой России. Это одно из лучших конгресс-бюро. Это мероприятие, которое поддерживается правительством Свердловской области. Это системный подход к развитию территории с развитием молодежного кампуса здесь, что позволяет проводить не только промышленные выставки, такие как Инопром, но и такие прекрасные молодежные мероприятия, как Спартакиада, фестивали молодежи, студентов и так далее. То есть конгрессно-выставочные центры становятся действительно центром, не только экономической, но и общественной жизни. Мы ехали сюда, и очень интересно было это наблюдать. То есть смотришь, какие-то производственные предприятия, где из компонентов и узлов собирают промышленную продукцию. Стоят логистические комплексы Озона, где собирают посылки уже из готовой продукции. И стоит здание конгрессно-выставочного центра. Это тоже завод, это тоже фабрика, но здесь творится живое общение, продуктами которого являются контакты в контракты, а общение в положительные впечатления. И не случайно мы на последнем собрании действительно говорили о том, что и перед президентом, когда выступали, о том, что конгрессно-выставочная деятельность стала самостоятельной отраслью. Не сервисной отраслью, обслуживающей, так сказать, какие-то мероприятия и прочее, а самостоятельной отраслью, которая является и драйвером экономики, и новым институтом социализации. Подтверждением чему является выставка России и вот прекрасные мероприятия, которые проводятся здесь. Поэтому вот объединение усилий и то, что мы вместе, государство, бизнес, отраслевые объединения, это залог нашего успеха. Поэтому рад вас приветствовать на прекрасной земле уральской и желаю всем успешной работы и плодотворных дней. Спасибо. Спасибо, Сергей Георгиевич. Дорогие друзья, буквально в течение пяти минут, благодаря вашим аплодисментам и Сагиду Сергеевичу, мы вручим почетные дипломы компаниям, которые победили в нескольких номинациях. Дамы и господа, церемония награждения прямо сейчас, когда будут называться ваши компании, представители компании, сзади есть лестница, приходите, пожалуйста, с той стороны, там будет удобней. Большое спасибо. Топ-3 компании, набравших больше всего баллов в категории... Денис, а можно я два слова буквально скажу, перед тем, как начнем? Собственно, к чему приурочено награждение? Национальное конгресс-бюро запустило новый проект, такую инициативу, оценка лучших практик в сабинтийной отрасли. И по итогам оценки Национальное конгресс-бюро вручает сертификат лучшим компаниям, которые набрали, соответственно, наибольшее количество баллов. Оценка... Процедура оценки будет проводиться на ежегодной основе. Значит, мы будем публиковать топ-10 компании и топ-3 будем награждать ежегодно на съезде конгресс-бюро. И хотел сказать, что данный проект реализован при участии... Дарья Аркадьевна улыбается... Непосредственно участие выставочного научно-исследовательского центра. Все время хочется сказать всероссийского, но, наверное, это так. Да, дорогие друзья, итак, топ-3 компании, набравших больше всего баллов в категории маркетинг территории. Конгресс-бюро Башкортостана, офис-группа. Я так понимаю, да, коллеги не приехали. Альбина Вильевна, я думаю, передаст, себе не заберет. Да, еще хотел сказать, что мы выбрали символом данной премии лошадку. Это символ выносливости и лидерства. И лошадка у нас не простая, это гусевское хрустальное завод. Фотографию на память в центре... Да, в центре, будьте добры. Мы приглашаем на сцену агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Скажу сразу, что в Камчатский выставочный туристический центр представителей не приехали, но они тоже попали в эту тройку. Топ-3 компании, набравших больше всего баллов в категории менеджмент мероприятий. Башкирская выставочная компания, город Уфа. Группа компании, бибренд пипл, ехать Оренбург. Ну и третья компания, это компания Бизнес Диалог. Москва, они тоже не прилетели. Топ-3 компании, набравших больше всего баллов в категории площадки. Центр международной торговли городом Москвы. Также в этой тройке международный выставочный центр «Казань-Экспо». В стройку также вошла площадка «Ред Арена» из города Сочи. Насколько я знаю, представителей Сочи в зале нет. И еще одна номинация топ-3 компании, набравших больше всего баллов в категории сервис и услуги. Москва, экспо-дат. Мы передадим. Компания «Ивентишес» Самара. Тоже передадим. И «Рент Репаблик Уфа». Тоже передадим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Большое спасибо, Сагин Сергеевич. Большое спасибо всем. Мы начинаем уже нашу пленарную дискуссию. Можем разговаривать простым языком с выключенными телефонами. Второй съезд региональных конгресс-бюро проходит ежегодно по инициативе национального конгресс-бюро. Большое спасибо еще раз Екатеринбургу. Тема съезда. Мягкая сила событий. Стратегия открытости регионов в современном мире. У спикеров будет примерно по 5 минут на высказывание своих мыслей. Сегодня регионы меняются, меняют подходы, меняют свои инструменты. Большая креативная группа есть в каждом регионе. Борьба за туристов растет как грибы, наверное. Вот буквально два дня назад прошел ураган что в Москве, что в Екатеринбурге. Поваленные деревья, а их уже почти все разобрали. Яркий пример того, что все, даже коммунальные службы борются за свое лицо. Что уж говорить о туризме, что уж говорить о выставочной деятельности. Я представляю участников нашей панельной дискуссии. Это Алексей Вальков, заместитель директора фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума. Он будет у нас в режиме онлайн. Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок. Генеральный директор компании Expo Forum International. Сагит Заримуков, директор Национального конгресс-бюро. Илья Зубков, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в режиме онлайн. Елена Хлыбова, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области. И Майя Анурова, начальник управления по развитию делового туризма. Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства из города Москвы. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, по нашему сценарию у нас начинает первый спикер, это Илья Зубков. Система торгово-промышленной палаты Российской Федерации развивает собственные мероприятия. И по итогам 2023 года их количество значительно увеличилось. Не секрет, что Сергей Катырин очень большую роль придает именно этому направлению. И у нас на связи Илья Зубков. Илья, здравствуйте, вам слово. Да, слышно меня? Да, Илья, добрый день, привет. Да, вас слышно. Да, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить Сагита Сергеевича Заримукова, директором Национального конгресс-бюро и агентства по привлечению инвестиций Свердловской области за приглашение выступить в рамках сегодняшнего съезда. Ну, тут, наверное, главный такой тезис. Соглашусь с Сергеем Георгиевичем. Главное, что сегодня мы все вместе. Палата России находится в постоянном взаимодействии с Национальным конгресс-бюро и оценивает действительно данное взаимодействие как очень эффективное. У нас такая хорошая совместная повестка с деятельностью на среднесрочную перспективу, и мы будем продолжать нашу работу дальше. Очень важно, коллеги, поддерживать и развивать региональные конгрессно-выставочные проекты, которые привлекают владельчеспособную аудиторию, инвестиции и новые бизнес-проекты. Считаю, что торгово-промышленные палаты преуспели в развитии региональной ивент-индустрии в прошедшем году, в том числе благодаря глубокой интегральной кооперации. В сравнении с 2022 годом, в 2023 году услуги в сфере конгрессно-выставочной отрасли выросли более чем на 50%. Всего палатами проведено более 1100 мероприятий в сфере конгрессно-выставочной отрасли, реализовано более 700 собственных выставочно-ярмарочных мероприятий. Хотел бы привести несколько примеров работы палат в регионах, которые демонстрируют, что сегодня региональные палаты готовы проводить интересные мероприятия для бизнеса. И мы, конечно, всех приглашаем к региональному взаимодействию. Хорошей практикой привлечения инвесторов и предпринимателей в регион можно назвать Воронежский промышленный форум, организованный выставочным центром ВЕТА и торгово-промышленной палатой Воронежской области. В 2023 году площадку форума выставки посетило более 5500 человек. Можно говорить, что мероприятие играет одну из ведущих сегодня ролей в развитии экономики региона. В Ставропольском крае во второй раз прошел фестиваль сыра и продукции сыроделия. Здесь мы говорим как раз о событийном туризме. Организатором традиционно выступила региональная торгово-промышленная палата. На фестивале была проведена презентация возможностей продвижения ставропольских товаропроизводителей. Ну и действительно с такой эксклюзивной продукцией сыроделов региона. На площадке торгово-промышленной палаты Нижегородской области ежегодно проходят около 300 деловых мероприятий различного формата и уровня. В 2023 году при нашей поддержке проведен первый межрегиональный форум семейных предпринимателей. По итогам форума правительством Нижегородской области взято в работу предложение разработки таких отдельных мер поддержки семейному бизнесу. Поддержка которого также является в фокусе деятельности Палаты России. Коллеги, данной работе способствует деятельность комитетов и советов созданных на базе региональных торгово-промышленных палат. Сегодня в палатах действует более 1200 общественных формирований, объединяющих несколько тысяч экспертов. В том числе 17 комитетов и советов по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Подчеркну, региональные палаты во взаимодействии с органами власти и бизнесом работают и на международном треке, на международном направлении. Так, торгово-промышленная палата Восточной Сибири является организатором двух ежегодных международных мероприятий. Это Байкальский международный форум партнеров и туристического форума «Время отдыхать на Байкале». Оба этих мероприятия проходят при поддержке правительства Иркутской области, Центра «Мой бизнес» и Российского экспортного центра. И вот в 2023 году в рамках конгрессно-выставочных мероприятий, организованных в ТПП Восточной Сибири, было подписано 28 экспортных контрактов и приняли участие более 350 компаний из Иркутской области. Особое внимание палаты в прошедшем году уделили проектировке стендов и формировании состава участников региональных экспозиций на уникальном проекте международной выставки в форуме «Россия». Мы привлекали членов торгово-промышленных палат к участию, организовали деловую программу выставки «Дни регионов». Такой опыт стал действительно бесценным для регионов, позволил укрепить свои позиции и экспертные компетенции. И завершая свой комментарий по данной теме, должен сказать, что мы постоянно развиваемся в вопросах создания, проведения и продвижения собственных мероприятий. С 2024 года особый вектор внимания у нас также направлен на деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма. Этому содействуют сегодня 74 комитета и совета региональных торгово-промышленных палат по вопросам развития туристической деятельности. Введены новые критерии в стандарт деятельности ДПП в области организации профессиональных мероприятий с участием органов власти, формировании статистических материалов, предоставлении информации для порталов администрации регионов. Но, коллеги, это только несколько примеров того, как система ДПП в РФ может содействовать проведению масштабных и значимых мероприятий, которые позволяют привлекать в регион новые инвестиции, рабочие места, выгодно представить сильные стороны экономики того или иного региона широкой публики. Мы рассчитываем, что палаты в регионах будут продолжать эту деятельность совместно с нашими региональными партнерами, в том числе Национальным конгресс-бюро. Еще раз всем спасибо. Хорошего мероприятия. Можно ли говорить о том, что события являются своего рода дипломатичным инструментом, инструментом дипломатии? Как это работает на практике сегодня? Этот вопрос я адресую Алексею Валькову и Сергею Воронкову. Если Алексей у нас на связи, давайте дадим слово вначале ему. Алексей? Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро. Спасибо большое. Ну вот сейчас можно сказать, что у нас начинается второй день Петербургского международного юридического форума. Как раз еду на площадку. И надо отметить, что в этом году на форуме огромное количество, значительно превышающие показатели прошлого года, иностранных участников, представителей юридического сообщества и официальных органов иностранных государств. И как, если не дипломатический инструмент, то, что у нас в Санкт-Петербурге проходит такое масштабное событие. Вот несколько недель назад завершился 27-й Петербургский международный экономический форум, на котором приняло участие рекордное количество человек. И количество стран максимально подобралось к тем показателям, которые были до пандемии ковид. То есть мы, если в предыдущий год с вами говорили о том, что деловая активность, она восстанавливается, то сейчас мы можем уже с уверенностью сказать, что она пошла в рост. И то, что те преграды, которые, начиная с пандемии ковид, появлялись и для представителей бизнеса, и для деловых туристов, сейчас они уже не кажутся препятствием для того, чтобы приезжать в страну, для того, чтобы вести бизнес с страной. Конечно, изменилась география участников. У нас впервые европейские и американские компании не попали в топ-5 участников Петербургского международного экономического форума. На первом месте Китай. Это, безусловно, отражает ту экономическую политику, которую ведет наша страна и ту обстановку, которая сейчас в мировой экономике происходит. Но это замечательно, что у нас есть такие события, которые привлекают в страну иностранных официальных лиц, иностранных представителей бизнеса, иностранных представителей прессы. Потому что самое главное – это возможность увидеть своими глазами то, что сейчас происходит в стране, как живут города, какие есть площадки. Я проводил экскурсию для международной делегации, которая прибыла в стартовый день на площадку экспо-форума о том, как у нас проходят мероприятия высокого уровня. И коллеги, которые профессионально занимаются подготовкой мероприятия, отметили, что они не видели еще такого уровня подготовки и такой площадки, как конгрессно-выставочный центр экспо-форума. Это большой успех, я считаю, нашей страны, и нам надо двигаться дальше для того, чтобы его закреплять. Поэтому хотел это, наверное, отметить. Алексей, если вы отсоединились, тогда слово Сергею Сергеевичу. Скажите, пожалуйста, с точки зрения вашей, насколько сейчас дипломатия важна и что она может дать отрасли? Я не открою, наверное, секрета, если скажу, что новый век является веком информационным и когнитивным. То есть раньше ключевыми ресурсами и борьба за них – это были земля и пространство, потом, соответственно, это были энергетические ресурсы, а сейчас информация. И вот в веке информации, соответственно, все средства коммуникационного воздействия на человеческое общество являются главным оружием конкурентоспособности. И в этой связи, наряду с интернетом, социальными платформами, наряду с экосистемами, наряду со средствами массовой информации, наряду с рекламными каналами, конгрессно-выставочная отрасль является важнейшим и самым эффективным и самым влиятельным инструментом в сфере общения людей и выработки общих решений. Не случайно у компании «Ритекс и Бишн», одного из лидеров мировой конгрессно-выставочной индустрии, девизом написано «Мы работаем с одним процентом населения, которое определяет 99% принятия всех решений во всех сферах жизни». И вот это ключевая история, которая говорит о том, что именно в рамках конгрессов и выставках появляется возможность не только обмениваться какими-то идеями, но и действительно оказывает влияние на умы, на сознание, на поведение и самое главное, как бы на реализацию каких-то общих решений. Поэтому за эту сферу идет сегодня борьба, идет концентрация капитала. Мы видим, как за последние 15 лет появился крупнейший игрок на мировой арене компании «Информа», которая буквально с 2000-х годов путем скупки активов крупнейших компаний стала крупнейшим медиахолдингом в мире по выручке. И, собственно говоря, компании страны западного мира, они сегодня как бы формируют вот эти комплексные медиакоммуникационные холдинги, в которых концентрируются и медиа, и хостинги, и научные публикации, и проведение конференцев и выставок и так далее. И вот это не случайно, потому что это как раз работа с целевыми аудиториями в бизнесе, в науке, в политике, в культуре, на конгрессно-выставочных площадках, которые как раз определяют, как будут эти сферы жизнедеятельности человеческой развиваться дальше. Вот, Алексей Валерьевич, сейчас спасибо большое за тёплые слова об Экспо-форуме. Значит, вот только экономический форум закончился, сейчас начался юридический форум. Ну вот давайте представим, как бы, вот 16 тысяч человек со 138 стран мира собрались и в течение трёх дней не только общались между собой, но составляли вообще какую-то картинку о том, как живёт Россия. Да, то есть это важнейший фактор такой верификации на истинность. Вот после всего того информационного террора, по-другому нельзя назвать, который создаёт картинку о России за границей, люди приезжают сюда и за три дня эти все многомиллиардные вложения, они разрушаются просто. Они просто превращаются в дым. И человека, который приехал сюда, пообщался здесь с бизнесом, посмотрел, как развивается территория, как живут люди, так сказать, какие настроения здесь, как развивается культура, инфраструктура и так далее, его никогда уже никакое средство массовой информации там не убедит о том, что это было иначе. Поэтому конгрессы, выставки позволяют как раз привлечь эту целевую аудиторию, узкую, но та, которая будет определять судьбу мира и у которой будет совсем другая картинка в голове. Поэтому это не только там мягкая сила и народная дипломатия. Это единственное на сегодняшний день в условиях информационной блокады окно в мир для того, чтобы донести до всего мира о том, как живёт и развивается Россия, что это не соответствует всему тому, что популяризируется там. И с точки зрения делового туризма, ведь та же самая история. Ну, то, что деловой туризм растёт темпами на 30% больше, чем обычный туризм, это факт на сегодняшний день. А в деловом туризме, как мы знаем, 80% посетителей определяют конгрессы и выставки. Так, ни много, ни мало. Поэтому я всегда на всех собраниях говорю, не надо нам развивать все виды туризма. Ну, не надо. Давайте концентрироваться на конкретных видах туризма, которые нам нужны. И деловой туризм один из них. Мы вот говорим сегодня, проблема иностранных туристов, ну, потому что она действительно упала, да, существенно. Там от 30-40% всего потока до 5-10%. Но мы их откуда возьмём? Те регионы, которые были платёжеспособные, Европа, Северная Америка, Канада, Япония и так далее, они сюда уже не едут. Наши, так сказать, новые партнёры, там действительно проживает 7 миллиардов из 8 живущих на земле, но там платёжеспособного населения, готового ездить, гораздо меньше. А кто это платёжеспособное население? Это, опять же, элита, это бизнес, это наука, это культура, это политика. Как нам вытащить этот 1% населения, эти 70 миллионов нашей целевой аудитории сюда, в Россию? Только на мероприятии. То есть можно сказать, что конгрессно-выставочная деятельность, это чуть ли не один из самых главных драйверов развития событийного туризма? Ну, так и есть на самом деле. Да или нет, вот этот вопрос хочу сказать. Да. Да. Сагис Сергеевич, какие тренды сейчас в выставочной деятельности? Куда вы смотрите, куда вы направляетесь, что вы делаете? Если говорить про тренды, да, и в целом, как изменилось событие на отрасль за последние годы, понятно было и влияние пандемии, об этом не стоит забывать, потому что до сих пор даже на экономическом форуме, в принципе, в крупнейших форумах Росконгресса мы сдаём ПЦР, и часто приходят отказы людям, потому что действительно выявляется положительная история. Конечно, геополитика. Но, тем не менее, за последние годы мы видим всё-таки рост в количественном и качественном составе мероприятий. И здесь также стоит отметить тот тренд, что есть смещение вектора, если мы говорим про Российскую Федерацию, то смещение векторов в регионы, потому что всегда было принято, и так оно пока и есть. Москва, и, как следствие, Санкт-Петербург по понятным причинам является лидерами в данном направлении, но вот наметилась тенденция, что ежегодно по статистике от полупроцента до процента московские мероприятия перетекают в регионы. Также стоит сказать о том, что наметился рост проведения регулярных мероприятий. То есть, если мы говорим о том, что в 2022 году было меньше проведено, чем в 2023, на 15%. Также рост количества международных мероприятий. Сегодня тоже Алексей приводил примеры, и с точки зрения географии количество участников. В 2023 году мероприятий, которые проходили международные, их стало на 20% больше, чем было в предыдущем периоде. Наметился отказ регионов от предоставления налоговых льгот. Они были вызваны частью мерами поддержки в рамках пандемии, но при этом порядка 40% регионов поддерживают финансово организаторов мероприятий. И, конечно же, говорим о том, что восстановилось международное сообщение. То есть, помимо московских аэропортов, региональные также стали принимать международные рейсы. Что также сказывается положительно на качестве мероприятий. Если говорить про изменения приоритетов, которые отмечаются в нашей отрасли на внешнем и внутреннем рынках, то на сегодняшний момент это приоритетное развитие внутреннего событийного рынка и, как следствие, рост внутреннего туристического потока. И как раз мы говорим про деловой туризм и мероприятия в регионах. Это смещение фокуса событийной активности, как я уже говорил, в сторону регионов. Это усиление конкуренции между регионами, как событийными туристическими дестинациями, повышение значимости факторов успешного продвижения регионов, его уникальное предложение, формирование брендов, формирование стратегии развития и активность, конечно, региональных властей. Смена приоритетов в работе с внешними рынками, то есть рост, соответственно, количества крупных деловых мероприятий за счет сотрудничества с странами БРИКС, ШОС и дружескими государствами. И, конечно же, Сергей Григорьевич об этом говорил, это внедрение новых современных технологий в процессе организации мероприятия, в том числе искусственного интеллекта. Наверное, так. Я попрошу в следующий раз чуть поближе микрофон. Хорошо. Урал, Екатеринбург, очень удобная локация. Удобно лететь что из Сибири, что удобно лететь из Москвы, но, наверное, не случайно с точки зрения событийного рейтинга Свердловской области в лидерах. Елена, скажите, пожалуйста, какие мероприятия у вас наиболее популярны и кого бы хотелось привлечь, кто к вам еще не приезжал? Вы знаете, о роли конгрессно-выставочной отрасли лучше, чем Сергей сегодня сказал, наверное, невозможно сказать. Это правда. Но вот исходя из регионального уже опыта, я бы хотела тут парочку аспектов отметить. Вы знаете, с той поры действительно, как пандемия изменила ландшафт нашего мира, мы стали все немножко другие, и мы стали регионами больше общаться. Это правда, потому что вот в мае мы выставлялись в Казани, Россия, Исламский мир. До этого просто участниками были деловой повестки. А тут посмотрели на мероприятия совсем под другим углом. И, естественно, вот эту нишу мы уже не будем занимать, если будем в дальнейшем планировать какие-то мероприятия. А мы сейчас тоже планируем новые мероприятия. У нас в декабре 2023 года с большим размахом прошел IT-форум. Для нас это новая ниша интересная в регионе. Приглашаем всех к участию еще и в этом декабре на такое же мероприятие. Значит, мы очень много уделяем внимания развитию социальных технологий. Это у нас форум социо. Тоже мероприятие интереснейшее. И те коллеги из регионов, кто у нас были, отмечают, что у него есть огромные перспективы. Поэтому тоже приглашаем к нам на форум социо. Всю информацию предоставим по запросу. Значит, вот с точки зрения региональной повестки. Мало того, что мы стали больше общаться, мне очень хотелось бы, чтобы мы отрегулировали вопрос в нашем профессиональном сообществе до такой степени, чтобы регионы не были конкурентами по событиям, а были партнерами по событиям. Вот это, считаю, самой важной задачей, потому что сегодня мы все равно в такой степени, когда всем хочется провести свое мероприятие. Но это, наверное, не очень правильно с точки зрения масштабирования и с точки зрения дружбы вообще между регионами, нормальных профессиональных связей. Поэтому в том числе с Минпромторгом России мы эту тему уже начали обсуждать и надеюсь, что мы найдем свою нишу, потому когда мы будем не конкурентами, а взаимодополняющими партнерами, с удовольствием будем приезжать в другие регионы и по каким-то событиям приглашать к нам. Ну и завершая свое выступление, хотелось бы сказать, что вот мягкая сила событий, она для каждого региона и для нас не исключение, она не такая уж мягкая, потому что вот благодаря этой мягкой повестке в течение 15 лет у нас обновился серьезно аэропорт. Это уже такой осязаемый результат. У нас очень обновились дороги в регионе, значит, их качество выросло намного, вышки сотовой связи появляются. Кроме вот традиционных событий в туристской повестке, которые раньше привлекали туристов в регион, ну, например, посмотреть, значит, шигирского идола или познакомиться с историей России, там, на месте царской семьи, да, значит, вот все то, что связано с этими трагическими событиями. Сейчас туристов наших, вернее, туристов извне, в том числе начинают привлекать такие не очень тривиальные события, как, например, локальный фестиваль Квашня, новый, да, значит, вот поэтому очень интересно наблюдать за тем, как изменяются запросы тех, кто приезжает в Свердловскую область, и мы всегда готовы соответствовать, как в деловой повестке, так и в культурной повестке. Поэтому чем больше будет запросов от вас, уважаемые друзья, тем, думаю, будет интереснее вам пребывать у нас в Свердловской области. Ну, действительно, у вас еще и прекрасная логистика, потому что, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, у вас есть возможность из любого города-миллионника, помимо Волгограда, прилететь в Екатеринбург, и это большая возможность для региональщиков прилететь сюда. Это первая вещь. Вторая вещь, которая, безусловно, это ваш губернатор, который всегда очень гостеприимный, и не так давно была ночь выборов, и у нас с ним завязался диалог, и я рассказал, насколько он влюблен в Свердловскую область. Действительно, ведь можно приехать, взять карширинг и самому за пять часов объехать, побывать и в горах, и посмотреть горные реки, и отдохнуть, и какая у вас прекрасная кухня. И большое спасибо еще раз за ваши гостеприимства. Ну вот, вы еще сказали про исламский мир. Действительно, удивительная вещь, но во время России исламский мир было представлено более 50 регионов, хотя мусульман не такое большое количество на стране, и я знаю, что вы тоже поставляете исламскому миру большое количество вещей. Но мы говорим про регионы, про регионы, про регионы, а хочется поговорить и о Москве, потому что все тренды все равно идут из столицы. Ярким примером, опять-таки, является и выставка «Форум России», но и огромное количество мероприятий, которые проходят в столице. Майя, вам слово, что скажете вы? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, на самом деле, отрадно осознавать, что мы все, мои уважаемые спикеры, которые говорили передо мной, отметили тот факт, что основной тренд… А если есть возможность дать ручной микрофон, мы были благодарны, потому что там заводится. Большое спасибо за понимание. Так лучше? Отлично. Так вот, мои уважаемые коллеги говорили все как один о том, что индустрия растет. И для меня, на самом деле, это действительно основной тренд, позитивный тренд. Мы прошли турбулентный период, непростой период для индустрии. И мы не только преодолели доковидные показатели, но мы показываем устойчивый рост. Москва здесь, конечно, не исключение. В 2023 году мы приняли 3,7 миллиона деловых туристов. Это на 7% больше, чем в 2022 году. И мы, конечно же, с оптимизмом смотрим на результаты 2024 года. Я бы сказала, даже с любопытством в какой-то степени, насколько в этом году мы подпрыгнем. Косвенным показателем, безусловно, является высокая загрузка отелей. В основном в сегменте, безусловно, 4,5 звезд, что характерно для деловых туристов. Они в основном выбирают их. В рамках деловых мероприятий средняя загрузка у нас в году 76%, а в пиковые периоды, когда у нас проходят крупные мероприятия, как, например, в прошлом году проходил Московский рубанистический форум, это 89%. И если мы говорим о следующем тренде, который хотелось бы отметить, это, наверное, колюбовытный факт. Очень проактивная позиция госорганов, правительство Москвы в частности, по формированию деловой повестки. Буквально на прошлой неделе, с 20 по 21 июня, мы провели первый туристический форум БРИКС, как пример такого международного мероприятия. К нам приехали делегации из Министерства по туризму стран БРИКС. Принимали мы эти делегации радостно, гостеприимно, как умеет Москва. И хочу вам сказать, что действительно мягкая сила события, о которой мы также сегодня уже говорили, работает на все 100%. Это абсолютно культурный шок для большинства участников, насколько искажено у них представление о России в целом, о Москве в частности. Они восхищаются, прежде всего, как это не парадоксально, но тем не менее чистотой города, ухоженностью. Большим вниманием к деталям нас, как организаторов, это достаточно отрадно осознавать, понимая, что мы очень высокую планку задаем. Мы, коллеги в Питере, но я думаю, что во всех регионах. И это мероприятие на самом деле тоже не исключение. Помимо этого, в рамках председательства России в БРИКС у нас пройдет в сентябре форум БРИКС «Облачный город». Там будет порядка 30 стран-участниц. Мы сегодня уже с вами тоже говорили о выставке форума «Россия». Буквально перед командировкой мне сообщили, что выставку посетило 17 миллионов человек за 8 месяцев. Это впечатляющие цифры, конечно, потому что помимо прекрасных стендов наших регионов, там, безусловно, очень насыщенная деловая программа, на которую прибывают наши коллеги из других городов и в целом международные участники в том числе присутствуют. Да, вот Наталья Виртулова сказала о том, что представители более чем 120 стран побывали на выставке «Россия». Да, мы тоже, поскольку мои коллеги занимаются конкретно стендом Москвы, принимают большое количество делегаций регулярно. Это и наши, соответственно, официальные лица самого высокого уровня и, конечно же, наши международные коллеги. Что касается того, что мы так активно формируем как город-повестку, что бизнес подключается к этому, это задает, в общем-то, следующий тренд, очень логичный, это необходимость развития инфраструктуры. То есть все эти прекрасные, чудесные мероприятия не хотим где-то проводить. В прошлом году наш мэр объявил о том, что запускается строительство экспо-комплекса на ВДНХ. Не буду приоткрывать всех деталей, скажу, что это будет масштабная впечатляющая стройка, которая даст Москве новые возможности для того, чтобы принимать крупные международные, не только международные региональные события. В ДНХ наконец-то появится гостиница. Будем надеяться, да. Безусловно, развитие деловых кластеров – это в приоритете. Мы понимаем, что без необходимого количества мест размещения крупные события, соответственно, не проводятся. Я, например, могу сказать, что когда приезжаю в Екатеринбург, с большим удовольствием останавливаюсь в Хаяте. И считаю это одним из самых удачных примеров с точки зрения того, насколько, скажем так, удобно расположена гостиница. Именно для деловых путешественников просто идеальный вариант. Но вообще нужно сказать о том, что Екатеринбург является единственным городом на Урале, из-за Урали, где есть пять пятизвездочных гостиниц. Ну, это прекрасно. Я люблю пятизвездочные гостиницы. То есть у меня есть как минимум еще четыре повода сюда вернуться, собственно говоря. Но на самом деле здесь это тоже классика, ведь деловой турист – это возвратный турист. 40% возвращаются в регион с личными целями. Это прекрасно. В общем, целым чек у делового туриста, поверьте, тоже выше, чем просто у обычного. Так что мы формируем для города бюджет, и это прекрасно. Мы с вами в целом путешествуем в рамках наших командировок. Еще один интересный тренд, который мы отмечаем, то, что мы очень плотно работаем с нашей отраслью, с корпоративными заказчиками, с майс-агентствами. Это смещение фокуса с развлекательной повестки на такую познавательную и на образовательный контент в какой-то степени. При формировании программ сейчас это очень сильно учитывается. И поскольку в Москве есть более 150 локаций, которые могут как раз помочь организаторам сформировать этот контент, это музеи, это, собственно, гросспорт-объекты, это усадьбы, особняки и так далее. То есть те, скажем так, локации, которые изначально помимо своего исторического наследия несут некий образовательный контент. Очень ярким примером является исторический музей. Все мы его знаем. Он находится непосредственно на Красной площади. Так вот, у коллег совершенно потрясающие сформированные программы, которые позволяют, например, проследить лидерские качества полководцев войны 1812 года и пройти это совместно с коллегами, некий квест, который станет хорошим дополнением конференции. Поэтому в этом смысле, я думаю, что Екатеринбург есть чем... Вот, вы знаете, я как раз накануне решил посмотреть, чем может порадовать Екатеринбург своей вечерней программой. Несмотря на то, что несколько театров есть, всего было три спектакля, они начинались в 18 часов 30 минут, что для людей, которые приезжают для событийного туризма, наверное, не очень удобно. Давайте перенесем, пусть будет начинаться в 19 часов, сделаем так, чтобы в будние дни еще были какие-нибудь концерты. Это вот наше пожелание. Принято. Да, на самом деле я бы хотела... Ну, собственно говоря, вот те тренды, которые я обозначила, они для нас, мне кажется, в общем, максимально позитивны. Это здорово, потому что наша индустрия, многострадальная с точки зрения того опыта, который мы прошли, выходит на тот уровень, когда ее видят, ее замечают на уровне государства, она востребована, она является мягкой силой. Это здорово, с чем я нас всех и поздравляю с вами. Да, действительно, нужно сказать о том, что за последние, наверное, лет 10-15 очень изменилась выставочная деятельность. Помимо основной программы, большую роль играет деловая программа и немножко культурная. Вот немножко культурная. Хотелось бы больше, по крайней мере, запросов от участников большой есть о том, чтобы как можно было больше культурной программы. А вообще, я вот когда выступали, я вспомнил песню, что лето – это маленькая жизнь, а я понял, что еще и командировка – это тоже маленькая жизнь. Мы продолжаем наш диалог. Как масштабировать выставочную деятельность? Как привлечь сейчас иностранцев к нам в страну? Понятно, что расширение БРИКС – это такой большой толчок, большая ступенечка вверх. Сагид Сергеевич, даже есть подготовленный доклад на эту тему, я знаю. С точки зрения привлечения иностранцев, наверное, я коснусь темы привлечения проектов и мероприятий в нашу страну, ввиду всем известных событий и геополитической обстановки. Конечно, если мы говорим про те классические ротируемые мероприятия, да, это конгрессы, форумы, саммиты. А давайте Сагид Сергеевичу тоже дадим микрофон, так будет комфортнее всем. Спасибо большое. Если говорить про привлечение мероприятий в нашу страну, то здесь, конечно, есть сложность, и мы ее понимаем. И она отчасти обусловлена тем, что львиная доля штаб-квартир тех организаторов мероприятий, о которых мы говорим, они расположены в Европе и в Штатах. Конечно, да, сейчас тоже об этом уже говорили неоднократно, у нас вектор развернулся, вектор в сторону дружественных стран. Но, тем не менее, Сергей Георгиевич уже сегодня подчеркнул эту некую такую специфику, с точки зрения, с одной стороны, платежеспособности, а с другой стороны, опять же, пока нет в той степени проектов, о которых можно говорить как о ротируемых, потому что, опять же, повторюсь, большая часть организаторов находится на Западе. Но, тем не менее, векторы есть, и одним из них является, собственно, формирование собственной повестки региональной, собственных проектов взращивания внутри регионов. Это, к части, Елена Александровна, может быть одним из решений конкурентности, то есть, когда не нужно создавать кучу экономических форм в наших регионах, инвестиционных, как есть сегодня, а выуживать ту отраслевую специфику, специализацию и сотрудничать с ведущими игроками в этих направлениях, с вузами опорными, да, и формировать повестку по направлениям, которые в регионе приоритетны. Это одна история. Другая история, конечно, и уже приходят к нам в Национальное конгресс-бюро запросы, это развитие отношений с азиатскими странами, в частности, дальневосточные наши регионы, активно сейчас ведут в этом направлении работу, и здесь как раз важно, естественно, о себе заявлять, продвигать эти инициативы. Это те же организации, те же перекрестных бизнес-миссий, это приглашение иностранных наших партнеров, делегатов, если мы говорим про корпус-сегмент на наши мероприятия. И, конечно же, здесь остро стоит вопрос, в том числе, где проводить, собственно, эти мероприятия, потому что Дальний Восток сегодня страна у нас большая, и, конечно, комплексов, которые могут принять мероприятия на высоком уровне, их не хватает. Но это отдельная тема, мы сегодня еще поговорим на сессии позже. Я, знаете, понял одну вещь, что сейчас же пришло более нескольких десятков заявок на вступление в БРИКС, и ведь мы же знаем, что БРИКС – это аббревиатура Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Вот когда вступят все страны, какое название будет, давайте об этом тоже подумаем в свободную минуту. А если же говорить серьезно, Елена, скажите, пожалуйста, вот как госструктуры помогают, какие есть проекты по помощи для проведения мероприятий, деловых мероприятий, деловых событий на территории региона, как можно к вам постучаться, какое письмо написать и что попросить? Спасибо за вопрос. Но я вот начну с вашего позволения, с предыдущего вопроса тоже, по поводу привлечения международных участников. У нас не только есть инопром, большой инопром, который проводится здесь на площадке. Мы три года уже проводим инопром в Узбекистане, осенью 2023 года опробовали инопром в Казахстане. Значит, сейчас смотрим на площадки Саудовской Аравии, Армении, Белоруссии. Значит, когда-то тут обрабатывали вариант с проведением в Джакарте, то есть Индонезия. Таким образом, вот эту вот форму, просто нормальную такую бизнесовую форму, которая нашими бизнес-партнерами хорошо воспринимается, мы просто переносим на другие площадки. Но это тоже усилие органов власти, это своего рода тоже поддержка. Вот у нас только что, возвращаясь теперь к вашему вопросу про меры поддержки, что можно у нас попросить. Значит, только что у нас вернулась делегация свердловских предприятий с бизнес-миссией в Монголию, и вчера мы отобрали 14 предприятий на бизнес-миссию в Индию. Ну, то есть вот я как бы начала с ответа, совмещая два ваших вот вопроса, крайних. Значит, мы как органы власти очень сейчас заинтересованы в том, чтобы выращивать нормальных операторов, которые понимали экономику делового мероприятия. Вот это самая большая история и помощь бизнесу будет от органов власти, мы считаем. Хотя традиционные все формы выставиться на деловом мероприятии в качестве экспонента, получить информацию от нас, значит, организовать контакты со страной, с теми компаниями, которые в стране интереса хозяйствующего субъекта существуют, и с которыми можно создать совместное предприятие, с которыми можно просто заключить экспортный контракт, с которыми можно подумать о комплектующих, значит, и других формах взаимодействия уже хозяйствующих субъектов. Это мы все делаем. Вот, да, я на секундочку перебиваю. Вы сказали, что вот в Польше, в Монголию, в Индии 14 компаний, а это представители крупного бизнеса или малого и среднего? В основном это представители малого и среднего бизнеса, но надо сказать, что наше партнерство не ограничивается только субъектами малого и среднего бизнеса. Вот просто в этот раз в отбор попали именно эти компании. Но туда могут поехать, конечно же, и представители крупного бизнеса. С ними мы обычно несколько другие формы сотрудничества вырабатываем, и, кстати говоря, в этом нам успешно помогают специалисты Уральской торгово-промышленной палаты. Просто у нас сегодня уже в составе дискуссии мы отмечали роль торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Вот, и у нас здесь тоже не исключение. В этой части мы работаем совместно и только совместно. Елена Александровна, я знаю, что через несколько минут вам нужно бежать на встречу с Евгением Владимировичем, но перед тем, как вас отпустить, скажите, пожалуйста, вообще, а какую роль, на ваш взгляд, взаимодействие с Конгресс-бюро развития выставочного комплекса для региона, какую роль играет именно для вас, и чем мы можем друг другу быть полезны? Ну, я немножко обозначила в предыдущих вот заход, когда вы давали слово, значит, мне главное, чтобы вот региональная повестка не была в ситуации конкуренции. В этой части нам одним не справиться, мы постоянно будем друг друга задевать в этом смысле, потому что конкуренция все равно так или иначе будет нарастать, и поэтому важно перевести это несколько другие рельсы. Ну, естественно, мы все ожидаем принятия федерального закона, и для меня очень было бы важно в том числе понять, какие меры поддержки возможны для конгрессно-выставочных площадок, какие меры поддержки возможны для операторов выставочной деятельности, и на что же может рассчитывать хозяйствующий субъект, который просто желает быть с каким-то своим запросом участником делового мероприятия, выставочного, ярмарочного, конгрессного и так далее. То есть вот тогда, когда мы наведем порядок полностью на этом поле, и каждый игрок будет знать, на что он может рассчитывать от органов власти, вот такой порядок, наведенный при помощи федерального законодательства, я думаю, сделает выигрышным позицию каждого. — Геннадий Александрович, большое спасибо, мы вас отпускаем. А вот отдайте вот Сергею, пожалуйста, микрофон. — Сергей есть уже. — Сергей, скажите, а с вашей точки зрения, какую господдержку можно получить, какая господдержка нужна? — Слышно, да? — Во-первых, маленькая ремарка по поводу командировки «Маленькая жизнь». Вы прямо в точку попали, потому что на самом деле сегодня у этого есть термин, он называется «блэжи-туризм». Это совмещение деловой поездки с отдыхом, ну либо с продлением дней, соответственно, с участием членов семьи, либо с совмещением. Это непростая такая история, потому что вот этот «блэжи» или «командировка «Маленькая жизнь» — это особый турпродукт, потому что для делового туриста нужно предложить другую логистику по совмещению. Вы в точку попали про 18.30 про спектакли. Можно то же самое сказать о начале... — Вот такой у нас хороший модератор сегодня. — Да просто замечательный, да. Поэтому это к вопросу о том, что вот эти вот новые формы туризма, они требуют законодательного закрепления, потому что деловой туризм, он не расписан в программе гостуризма и в национальном проекте, к сожалению. Он только обозначен вот этими двумя словами. За этим дальше ничего не стоит, а за этим перспектива. И вот к вопросу о формах господдержки. Нужно поддерживать и деловых туристов, и организаторов делового туризма в первую очередь, потому что сейчас у нас тренд в развитии индустрии туризма в части развития объектов размещения, гостиницы. Но надо понимать, что сами гостиницы, они не генерят поток туристов. Едут не в гостиницы. Едут смотреть достопримечательности, туристические маршруты, едут на интересные мероприятия, и тогда заполняются гостиницы. Конечно, средств размещения не хватает. Конечно, их нужно делать, безусловно. Но не надо забывать о том, что наступит момент, когда они будут пустовать, особенно в низкий туристический сезон. И вот тут деловой туризм – это единственная палочка-выручалочка, потому что деловой туризм, он как раз привозит туристов в низкий классический туристический сезон. Поэтому нужно поддерживать а – организаторов, и б – самих деловых туризмов. Ну, почему у нас кэшбэк есть для обычных туристов, а для деловых, которые в четыре раза больше денег оставляют на территории. У нас нет, например, таких форм, как кэшбэки. Но я уже не говорю там всяческие экспо-айди, экспо-такс-фри для, так сказать, возмещения НДС для иностранных участников, экспонентов. Вот это все должно быть, и это все должно быть закреплено на законодательном уровне, почему, собственно говоря, и нужен закон. Нужна поддержка малого и среднего бизнеса для участия. Мы вот в Китай ездим, удивляемся, как там много экспонентов. Но так там малому и среднему бизнесу не меньше 50% затрат возмещают на участие в выставках. А у нас на сегодняшний день в каждом субъекте федерации в год получает поддержку всего 10-15 компаний малого и среднего бизнеса для участия в российских выставках. Это 0,1% от всех желающих. Поэтому нужно стимулировать спрос. И это правильная история, это проактивная история, это не потребительская совершенно история. Потому что когда вы компенсируете 50% малому бизнесу, это значит, что он свои деньги вкладывает, он участвует, он активно продвигается и участвует и в федеральной части, и региональной. Вот, пожалуйста, вам форумы поддержки. Третья форма поддержки государственной – это, конечно, развитие инфраструктуры. Мы считаем, что территории должны быть обеспечены объектами конгрессно-выставочной инфраструктуры по нормативам, так же, как объектами культуры, образования и спорта. Потому что это те места, где происходит новая социализация, формирование нового общества, формирование этих мероприятий всех от спортивных, молодежных до экономических. А это значит, что эти объекты должны иметь государственную поддержку и в части возможности дешевых кредитов, и в части стимулирования инвесторов по налогам, если это частные инвестиции, вообще в части государственных денег, в том числе всех инвестфондов и так далее. Потому что в Китае, например, все комплексы государственные, они построены за государственный счет. Мы когда приезжаем в Чженчжень, крупнейший комплекс в мире сейчас, я говорю, какие у вас KPI, возврат денег на капитал. Они даже не знают, сколько это стоило. Нет, нет, у нас основной KPI на ближайшие 10 лет – это количество посетителей. Потому что они понимают, что количество посетителей принесет 1 к 7 на территорию денег. Это вот у нас будет тут тема, как считать, эффективность как раз. И в завершении. Да, и в завершении. Поэтому надо поддерживать, надо кадастровую стоимость, например, определять не как торговых объектов конгрессно-выставочных центров, объектов культуры, образования, спорта. Тогда будут платиться другие налоги и так далее. Нужно придать всему этому новый статус и закрепить это на законодательном уровне. Поэтому нужно поддерживать организаторов, чтобы появлялись новые мероприятия. Их должно у нас стать в стране в 10 раз больше. Сейчас у нас полторы тысячи там мероприятий проходят. Их должно стать 15 тысяч. Нужно поддерживать участников, чтобы формировать платежеспособный спрос. И нужно развивать инфраструктуру. Вот основные меры государственной поддержки. Я еще хотел... А передайте пока Майя микрофон, пожалуйста. Еще хотел дополнить Сергея Георгиевича. Да, вот сейчас просто пока Сергею Георгиевичу говорили, мысль как это пришла в догонку. Значит, я думаю, для всех это будет актуально, потому что мы здесь так или иначе задействованы в событийной индустрии, в организации мероприятий. Вот действительно направление делового туризма, о чем мы говорим с точки зрения нас как туристов непосредственно, ведь просто даже если проанализировать, среднее мероприятие проходит 3-4 дня. Соответственно, ты как деловой турист, либо как организатор мероприятия приезжаешь в тот или иной регион, соответственно, ты в отрыве от своей семьи. Значит, конечно, интересно и... Ну, было бы как бы логично, но ты там провел 4 дня там вне дома и вернулся домой. Но если проанализировать все наши графики, то по сути погоду там, дай бог успеваешь там чемодан поменять и едешь дальше. Соответственно, здесь, конечно, и кэшбэки, и стимулирование, это будет правильно, потому что тогда будет возрастать спрос и возможность путешествовать и брать с собой свою семью, если это мероприятие подходит к выходным. Вот Сергей Селёнов смеется, видимо, я попал в точку. Да, но мы еще помним о том, что есть некий проект на будущее, что у нас будет четырехдневная рабочая неделя, и тогда будет еще легче ездить с семьей. Ну вот Елена ушла, она обычно все сразу в работу берет. Майя, скажите, пожалуйста, если вам что дополнить, или мы можем идти дальше? Ну, я могу сказать, что у Москвы был опыт реализации программы финансовой поддержки организаторов мероприятия в 2022-2023 году. У нас была программа, в которой была компенсация расходов организаторам на техническое обеспечение и аренду площадки. Максимальная выплата была порядка 10 миллионов. Это достаточно большая сумма, и по итогам, когда мы проводили аналитику, безусловно, в основной массе такого рода гранты получали компании, которые как раз организуют крупные выставки, либо крупные конгрессы. Ввиду того, что кризисный период в нашей индустрии подошел к концу, я надеюсь, мы сфокусировались на данный момент скорее на нефинансовых мерах поддержки, и основной задачей мы для себя видим создание благоприятных условий для бизнеса, для привлечения событий в Москву, для увеличения потока деловых туристов. Это как расширение их знаний о Москве, потому что на самом деле могу сказать, что Москва как регион достаточно недооценена с точки зрения культурного кода, и в основном ее воспринимают как деловую столицу, как хаб, как лидера, но город с богатым культурным наследием, неожиданный город на самом деле с этой точки зрения, который может действительно удивить даже искушенного путешественника. Мало кто ее вот так трактует, поэтому для тех организаторов, которые у нас находятся в Москве, те мероприятия, которые мы проводим, а мы как раз проводим инспекции нестандартных городских площадок, мы организовали московские гостиные, в рамках которых у нас проходили B2B-переговоры с этими площадками, и организаторы узнавали много нового, в том числе на самом деле о регламенте работы. Я, например, первый раз, когда общалась с музеями, поняла, что красное вино нежелательно, дабы не, скажем так, во время банкета или фуршета не испачкать те белые прекрасные стены, на которых, соответственно, могут быть в том числе полотна, художественные галереи или какие-то еще другие экспонаты выставлены. Такой нюанс, который как раз в рамках B2B-переговоров обсуждали наши организаторы и наши площадки. Мы надеемся, это, конечно, принесет тоже свои результаты в 2024 году. Ну и помимо инспекции, помимо собственных мероприятий, которые мы организуем в Москве, существуют и знакомительные визиты, когда мы приглашаем как зарубежных, да, Майс-агентства или корпоративных заказчиков, организаторов крупных мероприятий в Москву, так и, соответственно, региональных. В прошлом году к нам приезжала в том числе делегация из Уральского федерального округа, и мы показывали Москву, вдохновляли Москвой, скажем так, да. Если мы говорим о продвижении на приоритетные рынки, это не секрет, это Индия, Китай. Это основной сегмент для нас сейчас из наших дружественных стран. Мы делаем, безусловно, и бизнес-миссии, когда вывозим бизнес туда, участвуем в отраслевых мероприятиях, как правило, это крупные выставки либо с ориентацией на Майс-сегмент, либо, соответственно, если нет такой выставки в этом регионе, либо нас туда не допускают по причине геополитической ситуации, то это туристические выставки с крупными стендами, с участием, опять же, нашего бизнеса. То есть наша задача, как города, здесь, по большому счету, создавать возможности для роста бизнеса, и мы всячески этому способствуем. Да, ну и 517 станций метро будет уже через 10 лет в Москве, будет еще легче перемещаться по городу, потому что проблемы пробок существуют всегда. В Екатеринбурге сейчас 11 часов 30 минут, а в Санкт-Петербурге 9.30, и у нас по-прежнему на связи Алексей Вальков. Я хотел бы задать ему вопрос о том, есть ли примеры, когда российские проекты, выставочные проекты приняли международный масштаб. Алексей, если вы нас слышите, то вам слово спасибо. Алексей, вы периодически пропадаете, мы к вам вернемся через 5 минут. Сейчас Илья выскажет свою точку зрения, расскажет о кейсе. Ну, коллеги, мы, безусловно, видим перспективы в развитии субъектов Российской Федерации с использованием инструментов именно таких организаций, в том числе и международных проектов. И более того, видим перспективы в нашем таком общем взаимодействии. Наша система сегодня представлена в 83 субъектах Российской Федерации, то есть мы такой зонтичный бренд. Собственно говоря, вот за счет именно такой кадровой комплектованности в общей связи, инструментов взаимодействия наших региональных палат с органами власти и бизнеса, мы имеем возможность вывести на хороший уровень практически любой конгрессный или выставочный проект, в том числе международный. Сегодня многие региональные торгово-промышленные палаты в состоянии инициировать создание региональных конгресс-бюро в субъектах и имеют все возможности для координации деятельности таких структур. Я предлагаю Сагид Сергеевичу и Алексею Валерьевичу по этому вопросу провести совместную встречу у нас на площадке Палаты России. Мы уже предварительно с палатами такую работу провели, готовы к такому общему взаимодействию. Ну и безусловно, одна из наших главных задач – это консолидация нашей конгрессной повестки и наша территориальная инфраструктура готова принимать профессиональные мероприятия и рекомендовать организаторам международных форумов и конгрессов лучшие площадки и спикеров. Еще раз повторюсь, что мы готовы к взаимодействию. Спасибо. Алексей, если вы на связи... Да, добрый день. Слышно теперь меня? Да, да, спасибо. Да, спасибо большое. Действительно большое количество мероприятий сейчас пользуются успехом в России, но если говорить о масштабировании за границу, то, наверное, самым главным примером может быть то, что фонд Росконгресс подключился к организации проведения в Кейптауне в ноябре Африканской энергетической недели. Вы знаете, что в пакете мероприятий, которые фонд организовывает, есть Российская энергетическая неделя. Вот сейчас мы начали работу над Африканской энергетической неделей, поэтому этот формат фактически переносится в другой континент. И это будет, безусловно, интересный опыт. Надеюсь, он будет положительным, и мы, по крайней мере, все усилия для этого приложим. С точки зрения мероприятий, которые вызывают интерес, это действительно больше отраслевые площадки, потому что, так или иначе, какие-то глобальные события, они в иностранных государствах проходят регулярно. Например, Конгресс молодых ученых, который три года уже в рамках десятилетия науки прошел, достаточно успешно с каждым годом наращивает количество иностранных участников, и мы все больше слышим от и представителей научного сообщества иностранных государств, и от официальных лиц, которые на Конгресс приезжают, о том, что было бы здорово провести такой же формат, у себя дома, поэтому тоже, возможно, это мероприятие масштабируемо. Поэтому здесь, наверное, больший потенциал именно у таких отраслевых площадок, потому что он подкреплен примерно. А иностранные коллеги что-то подсматривают у наших организаторов? Есть ли какие-то фишечки, которые придумали в России и потом забрали буржуи? Ну, подсматривать это вообще, мне кажется, такое основное качество человеческого общения, принимать опыт, который особенно положительный, который есть у коллег. Собственно, это происходит и от мероприятия к мероприятию здесь у нас, и я, честно говоря, примеров именно того, что было перенято у нас, сейчас, наверное, не приведу, но могу сказать, что мы активно вводим то, что связано с искусственным интеллектом, с дополненной реальностью. Вот на площадке Петербургского форума мы, например, уже несколько лет делаем виртуального волонтера, который работает в пунктах прибытия в ВИП-авиации, которая прибывает в Санкт-Петербург, потому что достаточно большое расстояние между рейсами, и держать там постоянно живого человека достаточно сложно ему. Поэтому вот там работает виртуальный волонтер, который приветствует участников и может их проконсультировать на всех сервисах и всех точках, в которые он может попасть из данного зала. Да, большое спасибо. Ну, нужно сказать о том, что, наверное, как бы сказал Владимир Владимирович, я думаю, нет, я уверен, что в других странах накануне предвыборных кампаний тоже будут появляться большие общие форумы наподобие форума России. Нужно сказать, что скоро будет открыт и национальный центр России, и многие выставочники будут работать и там. Открытие больших новых комплексов на территории страны, где сейчас вообще возможно, в мае, Сергей, Саид, как думаете вы, нужно ли открытие больших выставочных площадок и в каких регионах, какие регионы нуждаются? Я думаю, это ко всем, да, вопрос спикерам. Ну, конечно, нужны, и я уже говорил сегодня, это все, что вот, если на карту России смотреть, это вот за Уралом, по сути, Дальний Восток, потому что, собственно, у нас и переориентация на азиатский рынок, да, азиатско-тихоокеанский регион. И, конечно, тут главное понимать, что такое комплекс, да, специализированный. То есть это, прежде всего, инструмент, инструмент реализации политики региона в развитии отраслей экономики, в продвижении региона. И если так относиться, то, конечно, о чем говорил Сергей Георгиевич с точки зрения примера китайской политики в этом направлении, конечно, современные комплексы, они только будут во благо. Ну, вот я недавно, полтора месяца назад, футбольный клуб «Урал» сделал все возможное для того, чтобы в Екатеринбург приезжали представители большего количества городов. Он вылетел из премьер-лиги, потому что в первой лиге все-таки 18 команд, а в высшей лиге еще и 4 команды из Москвы. Но стадион, огромный стадион, который был построен специально к чемпионату миру, он будет пустовать, а при этом там есть огромное пространство, на котором можно проводить и выставочные деятельности, и Екатеринбург является ярким примером того, как можно использовать эту площадку. С вашей точки зрения, какие площадки могут быть еще использованы помимо экспоцентров? Ну, вот я вот в начале своего выступления говорил про заводы, да, как бы, и, соответственно, о том, что конгрессно-выставочный комплекс – это специализированное предприятие. Поэтому использование под конгрессы и выставки в помещении там дворцов культуры, спортивных, арен и так далее – это плохая идея. Плохая с точки зрения того, что есть свои законные жанры. То есть любое серьезное конгрессно-выставочное мероприятие, оно требует специализированной площадки. Потому что конгрессы требуют большого количества конгрессных помещений для узкосекционных заседаний, плюс зоны общения, плюс зоны питания, плюс зоны демонстрации и так далее. Выставочная площадка, она требует тоже, соответственно, и нагрузки на пол, и возможности подвесов, и организации пространства и так далее. Поэтому это плохая история. Нужно строить специализированные площадки. На мой взгляд, специализированные конгрессно-выставочные центры должны быть в каждом субъекте. Потому что есть такое понятие, как территориальный маркетинг. И вот Елена Александровна говорила о конкуренции между регионами. Есть волшебный метод. Во-первых, конкуренция между регионами – это хорошо. И событийный потенциал, и всё, что на сегодняшний день происходит, как раз показывает о том, что регионы должны конкурировать. Другое дело, что эта конкуренция продуктивной должна быть. Чтобы она была продуктивной, каждый регион должен выделить свои уникальные компетенции и особенности, которые есть у каждого региона. Вот у нас, ну, мы не всегда, может быть, знаем это. У России 130 видов экономической деятельности, в которых она занимает первое место в мире и лидирующие позиции на мировых рынках. 130. И это помимо там нефти и газа. От редкоземельных металлов до фосфатных удобрений. 130. И в каждом регионе одна-две таких изюминки уникальных видов деятельности, которые можно развивать, конечно же, есть. И в этом смысле им мало кто может составить конкуренцию. И площадки такие должны быть. Отвечаю на последний вопрос о том, какие же у нас форматы набирают сейчас рост. Я могу сказать, и в том числе в части импортозамещения, это конкурсы профмастерства. Вот вместо WorldSkills и EuroSkills появился чемпионат профессий. Международное мероприятие, в котором в финале приняло участие уже 13 стран. И по уровню это было лучше, чем EuroSkills и WorldSkills. И набирает обороты так называемые корпоративные форумы сейчас, потому что корпорации вынуждены удерживать сотрудников, а для этого их стимулировать, профразвивать и так далее. В каждом регионе есть свои компании, для которых нужны такие корпоративные форумы. Конкурсы профмастерства отборочные тоже нужно где-то проводить. Следующее мероприятие спортивное. У нас прекрасный чемпионат по кибервидам спорта прошел, уникальный в мире, впервые. Пожалуйста, это тоже набирает обороты. Где он проходил? В Казань-Экспо. Но спортивные мероприятия, как альтернативные олимпиады, спартакиады и прочие, вокруг них всегда есть конгрессы и конференции организаторов спортивных мероприятий. Так же, как перед олимпиадой проводится в стране проведение обязательное мероприятие под названием «Спорт-аккорд», где собираются федерации всех видов спорта, организаторы, обсуждают свои конгрессно-выставочные вопросы с выставкой и так далее. Поэтому и второй момент, о котором мы говорим, как институт социализации, а где организовывать вот это новое массовое общение, как пересобирать общество под новые задачи, цели, ценности и так далее. Как перестроить всю систему образования, миллионы педагогов по новым учебникам, да так, чтобы они еще были проникнуты, так сказать, определенной новой этикой, нравственностью и так далее, да и насяду учеников. Это все можно делать через вот такие массовые мероприятия, как выставка России. Сейчас каждый регион хочет выставка России. Вот Петербург уже запустил в комплексе «Моя история», «Мой Петербург» выставку на 3,5 тысяч квадратных метров. Уже посетило ее 35 тысяч человек меньше, чем за две недели. Это востребуемо сегодня населением, гордость за свою страну, за народ, сопричастность какую-то ощутить. А где в регионах это делать? Поэтому не надо рассматривать конгрессно-выставочные площадки только с точки зрения экономической целесообразности. Мы вот часто от некоторых министерств слышим, ну не во всех регионах это целесообразно, потому что это там типа не окупается. Как считать окупаемость? По косвенному доходу в территории, который приносит, как бы, да. Как институт социализации, площадку общения, да. Как конкурсы профмастерства, конечно. У нас судостроители, это, кстати, возможность для регионов и привлекать федеральных организаторов в части развития федеральных сетевых проектов. Ну вот мы с выставкой Нева провели сейчас морской конгресс в Владивостоке по инициативе края. Это стало вторым мероприятием для Дальнего Востока после Восточного экономического форума. По масштабам и объемам 3,5 тысячи человек приехало. Прекрасный пример вот этого федерального сетевого мероприятия. Есть Нева, есть мероприятия в Владивостоке, в Архангельске, в Москве и так далее. Ну вот, Максим Альбертович сидит с Сергеем Викторовичем с экспоцентра. Екатеринбург, центр металлопроката, металлообработки и так далее. Здесь вполне может появиться филиал, сетевой проект выставки металлообработки. Ну, например, она здесь идет уже. У меня есть предложение. Поэтому к вопросу, где и какие комплексы нужны, всего в 24 субъектах федерации из всех есть комплексы. Они должны быть везде, разного масштаба, разной конфигурации, с учетом специфики территории. Где-то больше подпромышленные выставки, где-то больше подопчений, но должны быть везде. Это наше глубочайшее убеждение. Спасибо. У меня есть предложение. Я предлагаю Российскому Союзу выставок и ярмарок и Национальному конгресс-бюро создать корпоративный университет. Ректор у нас. Наш заслуженный модератор. Где-то в зале. Нет, ну действительно, потому что ведь мы говорим о том, что действительно очень нужны профессионалы. И вот вы сейчас сказали о том, что, быть может, кто-то не видит, как можно зарабатывать деньги в регионах на выставочные деятельности, потому что не понимают. А если будут профессионалы, которые будут учиться у таких людей, как вы, то и отрасль будет быстрее расти и подниматься. А Майя у нас про ректор. Даешь университетов больше и разных. У нас есть такие уже образовательные программы и в Москве, и на базе экономического университета в Санкт-Петербурге с дипломами государственного образца, переподготовки и основном образовании. Но чем больше таких образовательных площадок и форматов будет появляться, тем лучше. Это правда. И у нас осталось буквально пять минут времени. Последний вопрос ко всем участникам. Как бы вы определили формулу успешного объединения возможностей мероприятий и регионов? Формула. В чем формула? Формула объединения успешного. Успешного формула объединения регионы и мероприятия. Для нас это на самом деле открытый диалог с бизнесом и создание для бизнеса возможности для развития и для роста. Все на поверхности общения. На мой взгляд, то, о чем я говорил, это уникальность. Уникальность компетенции и уникальность специализации, уникальность специфики региона во всех сферах. В экономике, в культуре, в молодежной политике. Она везде есть. Как только эта уникальность будет выделена, сразу появятся мероприятия, на которые поедут не только российские участники, но и зарубежные. Я все-таки хочу еще раз сказать нам всем о том, что наша отрасль уже признана как системообразующая. Есть подвижки с точки зрения работы с федеральными органами власти. Сегодня Сергей Георгиевич говорил, да, это и дорожная карта, и стратегия развития отрасли. И сейчас активно идет работа над принятием закона. Но здесь немаловажно еще все-таки это, знаете, такое, ну, немножко перестроение на верхних уровнях, переосмысление и взгляд под другим углом на всю нашу отрасль. То есть все-таки, если брать примеры зарубежные, да, иностранные, и Германия тоже, вот как отличный пример, здесь событийная индустрия, она стоит во главе угла развития отрасли экономики. Конечно, не просто там принятие закона, который может просто лечь, как бумагой на стол, а именно такая вот более глубокая интеграция. И все-таки, там, повторюсь неоднократно, это развитие и мер поддержки не только субвенций, но и субсидий. Это не касается не только организаторов мероприятий, это касается и участия наших отраслевых ассоциаций во всемирных ассоциациях профильных. И поддержка развития, кстати, направления работы с нашими отраслевыми научными ассоциациями, и их поддержка на уровне региональном, федеральном с точки зрения взращивания этих проектов. Вот очень хорошая, кстати, программа была, помнишь, Мария, мы делали, как раз собирали ассоциации на площадке вместе, когда выясняли, какие поддержки, меры поддержки необходимы. Мы, кстати, тоже проводили опросы среди членов ассоциации. Ваша программа московская, именно финансовая, она, наверное, как образцовая была в стране, и очень многие, конечно, хотят, чтобы она вернулась. Ну, это такой, как бы, тонкий намек, да. Вот, ну, наверное, так, да. Да, на уровне тонкого намека мы и завершаем нашу сессию. Благодарю вас, что были сегодня с нами. Напоминаю, что сразу после кофе-брейка у нас состоится интервью с экспертом, который называется, «Как привлечь корпоративных заказчиков мероприятий в регион». 12.00, второй этаж, фойе, большое спасибо, что были с нами. Второй съезд региональных конгресс-бюро продолжает свою работу. С вами был ведущий телеканал РБК Денис Горшков. Что? А, Илья, здравствуйте! Илья, Илья, мы с вами на связи. Илья? Да, да, коллеги, вы уже завершили. Но я еще раз так... Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить модератора, действительно, за такую интересную дискуссию. Поблагодарить всех участников за содержательные доклады, за погружение в тематику. Я надеюсь, безусловно, что все предложения будут отражены в итоговой резолюции. Ну, и еще раз повторюсь, что успешная коллаборация мероприятий в регионах, возможно, безусловно, только при их комплексном подходе к организации. И эта синергия деловой повестки с выставочной составляющей, региональной туристической повестки, дает результат, когда человек, участник, приезжая в регион, полностью погружается именно в повестку визита, которая становится непрерывным на весь его период. И по итогам формируется, действительно, полное представление о регионе, его потенциале и возможностях. И устанавливаются прямые контакты с предпринимателями. И сегодня в России уже умеют делать такой формат, и, безусловно, его необходимо развивать. Еще раз спасибо. Да, большое спасибо вам. Большой привет от нашей сессии Сергею Николаевичу Катырину, который поддерживает, конечно, нас тоже. Большое спасибо, дорогие друзья. В 12.00 интервью с экспертом, как привлечь корпоративных заказчиков мероприятий в регион. На аплодисменты нашим спикерам. И в 12.30 у нас в зале 3334 общее собрание Российского Союза выставок и ярмарок. А в 16.30 собрание Национального конгресс-бюро. Обращаю ваше внимание, что членские сборы собираются до 12.00. Конечно. Всем спасибо большое. Спасибо огромное нашим уважаемым спикерам, лучшему модератору. Спасибо огромное нашим уважаемым спикерам.